Праздник Труб И все члены Сиона по всему миру достигли полного покаяния перед Богом и, делая так, получили спасение и вошли в вечное Царство Небесное. Исходя из этого, давайте поделимся Божьим Словом сегодня под темой «Праздник Труб и Покаяние». Прежде всего, давайте откроем Книгу Левит, 23 глава, 24 стих. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник Труб, Священное Собрание». Сегодня первый день седьмого месяца по святому календарю. Сказано, что этот день отмечали трубными звуками. Давайте разберемся в происхождении праздника Труб. Когда Моисей зашел с горы, получив десять заповедей, и израильтяне поклонялись золотому тельцу. Увидев, что израильтяне поклоняются золотому тельцу, Моисей бросил скрижали с десятью заповедями и разбил их под горою. Он очень разгневался. Поэтому три тысячи человек погибло в тот день. После этого остальные пришли в себя и, уразумев, что они согрешили перед Богом, искренне покаялись, признаваясь в своих грехах. Тогда Бог повелел Моисею взойти на гору Синай и получить десять заповедей во второй раз. В первый день шестого месяца по святому календарю. Так он взошел на гору Синай в первый день шестого месяца и вновь постился сорок дней. Моисей постился сорок дней перед тем, как он получил десять заповедей в первый раз, и он постился еще сорок дней, когда получил десять заповедей во второй раз. Постившись сорок дней, он получил десять заповедей и сошел с горы. Тот день был десятым днем седьмого месяца по святому календарю. В десятый день седьмого месяца по святому календарю Бог искупил все грехи израильтян. Бог назначил десятый день седьмого месяца днем очищения грехов, исходя из того, что день очищения грехов приходит через 10 дней. Так готовьтесь к нему с покаянием. Бог позволил своему народу трубить в трубы 10 дней перед днем очищения грехов и покаяться в своих грехах, которые они совершили в течение года, признаваясь в них Богу. Сегодня первый день седьмого месяца по святому календарю. Праздник, который Бог воздвиг с такой целью. Значение, которое заложено в празднике труб — покаяние. Две тысячи лет назад Иисус пришел на землю и сказал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Нам необходимо понять, что Царство Небесное и покаяние имеют неразрывную связь между собой. Покайтесь. Проще говоря, без покаяния мы не сможем войти в Царство Небесное. Не значит ли это, что мы сможем войти в Царство Небесное только после покаяния? Многие люди говорят, «Я ничего плохого не делал в моей жизни. Тогда за что мне надо покаяться?» Без полного понятия о духовном мире они никогда не поймут, почему необходимо покаяние для восшествия на Небеса. Библия говорит, что все мы были ангелами на Небесах прежде, чем пришли на землю в человеческом образе. Что случилось на Небесах? На Небесах мы совершили преступление перед Богом. Мы были изгнаны на землю из-за совершения грехов на Небесах. И сейчас живем в человеческом образе. Не показывает ли Библия нам, что мы изначально были Божьими детьми, как ангелы на Небесах? Ответ на вопрос о том, как возвратиться в Царство Небесное, это покаяние. Конечно, мы должны покаяться в грехах, которые совершили на земле. Однако, прежде всего, должно быть покаяние в грехах, совершенных на Небесах. Некоторые люди могут говорить, почему мне надо покаяться, ведь я ничего плохого не делал. Давайте посмотрим книгу 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Мы ангелы, которые были изгнаны на землю из-за наших грехов, совершенных на Небесах. Сам факт, что мы были рождены на этой земле, доказывает, что мы грешники, потому что никто, кроме грешников, не может облечься в плоть. Мы пришли на землю, облегшись в плоть из-за наших грехов. Не дал ли Бог всем людям ограниченную продолжительность жизни, чтобы они жили жизнью покаяния на этой земле? Как написано в 8 стихе 1 главы книги 1 Иоанна. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Поскольку Бог знает все, что мы сделали на небесах и на земле, Он хочет, чтобы мы скорее покаялись и вернулись в Царство Небесное. Верно? Вот почему Библия вразумляет нас, говоря, «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Праздник, который начинается с праздника труб и продолжается до дня очищения грехов, есть праздник, в котором заложена воля Бога, который желает нашего покаяния. Независимо от того, какие грехи мы совершили на небесах и на земле, и от того, что мы помним их или нет, давайте полностью покаемся и признаемся во всех наших грехах перед Богом и войдем в вечное Царство Небесное. Теперь посмотрим некоторые свидетельства о покаянии, которые оставили пророки. Откройте, пожалуйста, книгу Иезекииль, 18 глава, 30 стих. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог, что сделать? покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я хочу не смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь, здесь обратитесь, значит покайтесь и живите. Здесь Библия и пророки свидетельствуют о том, что непокаявшиеся придут к смерти, но для тех, кто покаялся, откроется путь к жизни. В 30 стихе говорится «Обратитесь от всех преступлений ваших». Мы должны обратиться от всех наших грехов, независимо от того, что эти грехи были совершены на земле или на небесах. Не пришел ли Бог на землю, чтобы обратить нас от грехов? Посмотрим еще одно предупреждение о покаянии в Псалтыре. Откройте, пожалуйста, Псалтырь, 7 глава, 13 стих. «Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь». Здесь в 13 стихе написано, что если человек не обращается, значит не каяться, тогда что делает Бог? Он изощряет свой меч. Если человек не каяться, то Бог напрягает свой лук и направляет его. Проще говоря, это значит, если человек не каяться, то его ждут только уничтожение и смерть. Верно? Тогда в каких грехах и как мы должны покаяться? Сначала мы должны найти причину всех наших грехов, которые начались на небесах. В 14 главе книги Исайя Бог показывает нам, каким было душевное состояние первого преступника в ангельском мире. Через это мы должны понять наше душевное состояние, из-за которого мы были изгнаны на землю, и подумать, почему Бог дал нам все постановления, заповеди и законы Нового Завета. Посмотрим 12 стих 14 главы. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравши народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Всевышний есть Бог, но Деница восстал против Бога, говоря, «Я буду подобен Всевышнему». В 15 стихе говорится, «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынью и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветви, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, во веки не помянется племя злодеев. Здесь Бог объясняет прежнюю жизнь царя Вавилона. Он пытался вознести свой трон выше Бога. Как это скверно? Что принес этот грех в конце? Как написано в книге Откровения, что случилось на небесах? На небесах была война. Сатана, который представляется драконом, был изгнан на землю со своими ангелами. Они совершили непростительный грех, пытаясь узурпировать престол Бога. Давайте найдем еще один стих в 28 главе книги Иезекиль. Откроем 28 главу книги Иезекиль. В 11 стихе 28 главы говорится, «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на Святой Горе Божьей, ходил среди огнестых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнестых камней. От красоты твоей возгорделось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю перед царями, а дам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. В 28 главе книги Иезекииль объясняется прежняя жизнь царя Тирского. Царь Тирский был помазанным херувимом в своей прежней жизни, но внутренне его исполнилось неправды, и сердце его возгордилось, поэтому он согрешил перед Богом. Через примеры царя Вавилона и царя Тирского Бог вразумляет нас, какой была наша прежняя жизнь. И почему мы пришли из ангельского мира на эту землю? Так, что Иисус сказал о причине, по которой Он пришел на землю. Он сказал, «Я пришел призвать не праведников, а грешников». Где эти грешники согрешили? Они согрешили на небесах. Не сказал ли Иисус, что пришел на землю, чтобы привести грешников к покаянию и спасти их? Посмотрим книгу от Луки, 5 глава, 31 стих. Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Причина, по которой Иисус пришел на землю в том, чтобы призвать не праведников, а кого? А грешников к покаянию. Он пришел на землю, чтобы привести их к покаянию. В книге 1 Иоанна говорится, «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым». Мы грешники, которые совершили непростительные грехи на небесах и были изгнаны на землю. Чтобы привести этих грешников к оспасению, чтобы привести их к покаянию, Иисус пришел на землю. Вот почему на раннем этапе благовествования Он сказал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Другими словами, это если вы искренне хотите вернуться на небеса, то сначала надо покаяться во всех грехах, совершенных на небесах. Не вразумил ли Иисус нас об этом? Тогда как мы можем получить прощение всех наших грехов? Прощение грехов это является самым важным для человечества. В первую очередь посмотрим, что такое грех. Откройте, пожалуйста, книгу 1 Иоанна 3 глава 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть что? Беззаконие. «Как на земле есть законы, так и на небесах тоже есть законы. Будучи обольщены сатаной, дьяволом, который нарушил небесные законы, человечество пыталось отнять престол Бога и в результате было изгнано в этот мир. Главная причина всему этому началась с того, что они не уважали Божьи законы, заповеди и постановления. Поэтому что Библия говорит о грехе? «Всякий, делающий грех, делает и что?» «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». Продолжим чтение 5 стих. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Стих 6. «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. кто делает грех, тот от кого? Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Библия учит нас, что те, кто не принимает Божьи законы, заповеди и постановления, и те, кто не живет согласно повелениям Бога, будут обмануты сатаной и вынуждены жить по воле сатаны. Поэтому, что Бог всегда подчеркивал, даже придя на землю. Когда Он пришел на землю, чтобы спасти человечество, Он всегда учил нас, говоря, «Соблюдайте закон заповеди и постановления». Он всегда подчеркивал это учение. Посмотрим книгу Второзакония, 8 глава, 1 стих. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятвую обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Бог Бог заставил израильтян идти по пустыне 40 лет, чтобы узнать, будут ли они хранить заповеди его или нет. Разве Бог не позволил израильтянам провести 40 лет в пустыне, пока он не подтвердил это? Это было потому, что так важны законы, заповеди и постановления, данные Богом. Сейчас мы идем путем веры в духовной пустыне. Идя путем веры, мы должны быть едины, благодатно, когда Бог говорит «Будьте едины друг с другом» и вместе уничижить себя, когда Он говорит «Уничижайте себя», а также должны смириться, когда Он говорит «Смиритесь». Независимо от того, что Бог говорит, мы должны следовать Божьим словам и повелениям. Только тогда мы сможем восстановить вечное Царство Небесное, не так ли? Вот почему Иисус дал нам очень важный урок, уча нас, как покаяться. Посмотрим книгу от Марка, 1 глава, 15 стих. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось к Царствию Божьему, покайтесь и веруйте». Во что веруйте? В Евангелие. Только веруя в Евангелие, следуя Евангелию и неся евангельскую работу, мы, преступники, изгнаны на землю, можем покаяться в грехах, совершенных перед Богом на небесах. Если говорить с точки зрения истины, то что можно сказать об этом Евангелии? В истине Нового Завета заложены всякие законы, заповеди, постановления Бога и учения, которым покаявшиеся люди должны следовать. Верно? Поэтому сказано, что покаявшиеся должны верить в Евангелие. Те, кто не верят в Новый Завет, никогда не могут верить в Евангелие. Не значит ли это, что те, кто не верят в Евангелие, никогда не могут совершить полное покаяние? Что содержит в себе Новый Завет, что Бог просил нас верить в Евангелие Нового Завета? Давайте найдем ответ в 22 главе книги от Луки. В 7 стихе 22 главы книги от Луки говорится, «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агненца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Перейдем к 19 стиху и посмотрим фрагмент соблюдения Пасхи. «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело Мое, которое за вас предается, сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечеря, говоря, «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». Здесь мы можем видеть, что смерть и жертва Иисуса Христа содержатся в Новом Завете. Новый Завет есть Евангелие. Не облачившись в кровь Христа, мы не можем вернуться в вечное Царство Небесное. Когда мы говорим, что можем войти на небеса драгоценной кровью Иисуса Христа, некоторые люди спрашивают, тогда достаточно только соблюдать Пасху. Верно? Мы должны понять истинное значение Пасхи. Чем был воздвигнут Новый Завет? Не сказал Иисус, «Сия есть Новый Завет в Моей крови». В этом Новом Завете есть жертва Бога, наших духовных родителей. Из-за Моих грехов кто жертвовал собой и был убит? Мы, Божьи дети, должны уразуметь и понять это. Чтобы такое больше никогда не случилось, мы должны избавиться от жизни, вовлеченной в грех. Верно? Все наши грехи были прощены. Поэтому мы больше никогда не должны вовлекаться ни в какой грех. Чтобы дать нам понятие всего этого, Бог установил много законов. в Ветхом Завете были жертвоприношения для субботнего дня, для ежедневного постоянного всесожжения, для праздников и для очищения грехов народа. Чье-то согрешение всегда влечет за собой пролитие крови животного. Вместо греха этого человека было убито животное. Здесь поднимается вопрос, «Кто умер за наши грехи?» Когда мы думаем, кому дано претерпеть муку смерти и страдания вместо нас, мы можем искренне покаяться во всех наших грехах. Мы должны ясно понять, какое сообщение нам пытается передать истина Нового Завета. Сильные страдания Бога и Его смерть на кресте показывают нам только часть Его жертвы. Мы Божьи дети должны полностью понять, большое страдание заложено в этом, и мы больше никогда не должны вовлекаться ни в какой грех. Я желаю, чтобы через этот благодатный осенний праздник все достигли спасения и вечного Царства Небесного. На этом я завершаю сегодняшнюю проповедь. Спасибо!